Как избежать страстей, похоти, игромани или любой другой зависимости? Меня лично волнует похоть. К сожалению, это все рекламируется на каждом углу. И на этом вырос. Все это нравилось, да и сейчас нравится, что скрывать. Несколько лет назад, с Божьей помощью, избавился от алкоголизма. Ремиссия так называемая. Зная только, Господь мог меня остановить. Молил сам, и моя мама наверняка тоже. Теперь, когда пытаюсь прийти к вере, чудо избавления от алкоголизма. Увидел своими глазами. Не так глубоко, как хотелось. Но становится видна зависимость от других страстей. И порой кажется, что они еще страшнее. Похоть тревожит меня больше всего. Пока, по крайней мере. Жизнь может закончиться в любое мгновение, а страсти так и останутся. Перед Богом стыдно. Каясь и грешу. Помысл одолевает. Женат, налево не хожу. Но знаю, что если вдруг будет предложение, скорее всего, не удержусь. Задумываясь о венчании, но страшно. Вдруг и после венчания не сдержусь. Как тут быть? Проблему нужно решать комплексно. Понимаете, комплексно. Нельзя ее решить какими-то разовыми мерами. Это не решается так. То есть здесь в целом все должно решаться. К примеру, если человек заболел простудой, то понятно, чем его нужно лечить. Все мы более-менее сталкивались с этим заболеванием и знаем, как оно лечится. Какие-то лекарства нужно принять, горчичники, банки на крайний случай. Много теплого питья, малина, натирания, растирания и так далее. Какие-то меры приняли локальные, и эту проблему решили. И все, и дальше поехали. Это в случае с простудой. Но бывает такой случай, когда это не простуда, а это что-то... Я даже сейчас не могу себе вспомнить и представить себе какую-то ситуацию, когда вот такими припарками, горчичниками проблему не решить. То есть там все намного глубже, там намного все серьезнее. Никакие горчичники не спасут, не помогут. Физиотерапия тоже здесь как бы бессильна. То есть надо принимать какие-то серьезные меры и не просто лечить какую-то терапию именно. Но и нужно еще санаторий, профилакторий. То есть это длительность какая-то должна быть, систематичность какая-то должна быть. Долго-долго это все длится. Это в случае физических болезней, духовными болезнями та же история. То, что Вы описали, это как раз тот случай, когда просто какими-то горчичниками, какими-то методами разовыми проблему не решишь. Это нужно комплекс, полный комплекс. То есть нужно пересмотреть, перешерстить свою жизнь. Посмотреть, как Вы живете. Все сверху донизу. Свою систему ценностей пересмотреть, перешерстить. Перевернуть все, поднять все, из нафталина вытащить, из шкафов этих скелетов повытаскивать своих. То есть все это нужно провести такую генеральную уборку внутри себя. Все-все-все пересмотреть, переоценить, переосмыслить. В этом отношении Вам должно помочь Евангелие. То есть брать Новый Завет и читать молитвослов и обращаться к Богу, чтобы Господь вразумил, направил, помог и так далее. Потихонечку-потихонечку выцерковляться, менять свой образ жизни, полностью менять. Вот тогда будет какой-то успех. В противном случае, если так, здесь горчичник, здесь баночку поставили, тут все как-то рассосалось и дальше поехали, вроде как ни в чем не бывало. Вот это не поможет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok